Привет. У меня для вас отличные новости. В CSS появился новый селектор. Он называется Has. И на самом деле вы про него могли слышать. Например, из jQuery. Когда-то давным-давно Джон Ресик внедрил в jQuery то, что было только в самых ранних черновиках CSS, и с тех пор так и не появилось в браузерах. Ну вот, до последнего времени. В Chrome Canary появился селектор Has, который переворачивает то, как селекторы работают. Это, можно сказать, тот самый parent или родительский селектор, которым все долго мечтали или, наверное, уже даже перестали мечтать. Начнем с самого простого. Как работает самый простой селектор? Допустим, у нас есть ссылка, тег A. Мы просто написали A и какие-то стили. К чему применятся эти стили? К тегу A. Все очень понятно. Продолжаем. Представьте, что у нас внутри ссылки лежит картинка. То есть, если мы хотим дать какие-то свойства картинке, которая лежит внутри ссылки, мы пишем A, IMG и стили. То есть, целевым селектором, целевой частью селектора становится IMG. То есть, мы, читая селектор, говорим, IMG, вложенный в A, получает вот такие стили. То есть, немножко задом наперед по отношению к тому, что мы привыкли. То есть, цель у нас находится в конце, а не в начале. А что, если мы хотим сказать? Пожалуйста, добавь стили для ссылки, внутри которой лежит IMG. До сих пор мы так не могли сделать. Хотя, на самом деле, были попытки уже сделать селекторы, которые работают похожим образом. Например, селектор empty. То есть, если мы хотим найти на странице ссылку, которая пустая, вот буквально два тега, а между ними ничего, мы можем использовать псевдокласс empty, и тогда к таким ссылкам применится определенный стиль. Например, можно, не знаю, display none сделать, или еще что-нибудь такое. Ну, зависит от задачи. А еще сравнительно недавно появился селектор focus within. Например, у родителя, например, field set, внутри лежат инпуты. И если хотя бы на одном из них есть фокус, то у field set псевдокласс focus within сработает. То есть, мы сможем применить стили непосредственно к field set. Но это очень простые селекторы, что empty, что focus within. Но, тем не менее, они говорят, застилизуй контейнер, если у него внутри там что-то творится. Или ничего не творится, если мы говорим про empty. Возвращаясь к нашему первому примеру. Мы не можем сейчас оформить тег а, если внутри лежит тег amg. Точнее, не могли. Вы можете сказать, какой дурацкий пример, зачем нам все это, зачем нам оформлять ссылки, внутри которых лежат картинки. Я понимаю, пример немножко дурацкий, ну, потому что он далек от практики. Давайте я вам покажу кое-что, что заставит вас понять, полюбить и очень сильно ждать этот новый селектор has. Помните, было видео про контейнер queries? Если не посмотрели, обязательно посмотрите. Был пример с разными карточками новостей, колонками и так далее. Мы сегодня будем использовать то же самое. Возьмем какую-нибудь новость, очень важную из интернета, что в Харькове котята подкараулили хозяина, и попробуем на ее примере показать, как работают карточки и где здесь может пригодиться селектор has. Зачем такой простой карточки и такой сложный селектор? Здесь и так все работает. Ну, вроде бы да, но давайте так. Мы усложним эту карточку, продолжая использовать BEM, и попробуем понять, где нам неудобно и как мы можем это улучшить. Я думаю, по пути вы начнете потихонечку понимать, к чему я веду. Давайте разберемся, как здесь все устроено. Начнем с разметки. Смотрите, у нас есть карточка news, у этой карточки есть заголовок h3, тут какой-то лид, ну и карточка закрывается. Очень простая карточка, ничего суперсложного. Ну и как она устроена в стилях? Тут страница понятна, ничего интересного. Дальше. Карточка с зеленым фоном по умолчанию. Дальше news title, элемент, описаны шрифты, news lead, ну в общем, очень простая карточка, ничего такого. Давайте сделаем несколько типов нашей карточки. Раз, два и три. И, например, в последней карточке не будет текста, будет только заголовок. А во второй карточке еще будет картинка. Вставим картинку сюда, ну и как-то так получается. То есть у нас три типа новости. Обычная, с картинкой и просто с заголовком. И, допустим, дизайнер хочет, чтобы картинка была раскладка, картинка слева, текст справа, а когда только заголовок у карточки, ну, например, просто крупный заголовок, что-нибудь такое. То есть и одному, и второму, и третьему случаю нужно написать отдельные стили. Ну, точнее, у нас тут же B, поэтому мы возьмем одну карточку, добавим модификаторы на картиночку и на отдельный заголовок, и что-нибудь такое придумаем. То есть, ну, будем действовать обычным образом. Базовый компонент и его модификации. Заведем модификатор, news photo, и news shout. Ну, типа, громко кричим. Пока ничего не происходит. Ну, давайте для начала раскрасим. Возьмем news photo, зададим фон. Например, background color, light green. А для shout, ну, например, news shout, background color, какой-нибудь peach puff. а вот такой вот есть цвет. Теперь нужно завести раскладку для карточки с картинкой. Давайте мы всему этому дадим display grid, и сделаем здесь раскладку. grid template columns, например, 1fr и 2fr. Ну, используем тот же подход, что в предыдущем видео. Опишем news picture где-нибудь после title. News picture. и вот такие стили. Эту магию я объяснял в предыдущем видео. Смотрите. Главное, чтобы мы здесь понимали, что мы меняем порядок этой карточки, говорим, чтобы она росла в полный рост, ну, и растягивалась, и у нее максимальная ширина 100%. Короче, получился универсальный компонент. Разберитесь. У нас сегодня другой фокус. А еще мы хотим, чтобы заголовок этой одинокой карточки, в которой даже ни картинки, ни текста нет, был крупнее. Есть разные способы, как это можно добиться. Например, можно повесить модификатор на саму карточку и сказать, вложенный внутрь компонент заголовка будет больше. А можно повесить модификатор на сам заголовок и сказать, что он больше. То есть у нас будет один модификатор и другой модификатор. В чем разница? Ну, наверное, в том, что вы сможете покрасить карточку одним модификатором, а увеличить размер заголовка другим. Поэтому такие вещи лучше разделять, на мой взгляд. То есть вы сможете эти вещи делать независимо. Краска и размер шрифта все-таки немножко разные вещи. Поэтому я сделаю именно так. Я добавлю модификатор на заголовок. Возьмем заголовок news title и сделаем тоже, например, shout. news title shout. И добавим его сюда. Ну и, допустим, font-size 30 пикселей. Большой заголовок. То есть он сам по себе кричит прямо. Здорово. Ну все, поверстали на бэме и расходимся? Не, у нас еще с вами хэс, помните? Мы тут не просто так балуемся. Так вот, весь этот чудный бэм это то, к чему мы привыкли. Все эти модификаторы, компоненты, еще что-то такое. И это абсолютно нормально. Это рабочая лошадка, все прекрасно работает. Но представьте, что вы можете менять эти стили так же легко, но не расставляя модификаторы. То есть вы можете написать такие стили, которые учитывают, есть картинка внутри или нет. Или у нас только один заголовок остался, или может быть что-то еще есть. И вы все эти случаи можете описать и поменять поведение внешней карточки, внутренних компонентов. И это все становится очень привлекательным. Модификаторы как будто уже не нужны. Хотя кот усложняется. В общем, давайте смотреть. Чуть не забыл. Мы не сможем это посмотреть. Ну, точнее, не в Firefox, где прямо сейчас смотрели. В Chrome Canary ребята из EGALI запилили поддержку псевдокласса хэс. Но не просто запилили где-нибудь там за флагами, а нужно запустить Chrome Canary с флагом. И только тогда все заработает. Откроем консоль. Сделаем еще один процесс. И здесь у меня была команда уже запущенная предварительно. Вот какая. Я иду по пути браузера Google Chrome, applications, Google Chrome Canary, APP. Внутри у меня лежит бинарник, contents macOS, Google Chrome Canary. Вот, собственно, бинарник. И я запускаю этот бинарник с флагом enable blink features css псевдокласс хэс. После запуска команды у меня откроется браузер, в котором заработает псевдокласс хэс. Здесь нужно предупредить. Эта фича очень сырая. Когда-нибудь она появится во всех браузерах, когда-нибудь она появится хотя бы за простым флагом в Canary. Так вот, мне удалось пару раз уронить браузер из-за каких-то CSS свойств, которые я использовал. В общем, весело. Поэтому не делайте ничего суперважного в браузере, запущенном с этим флагом. На всякий случай. Окей. Подменили Firefox на Chrome, и пока ничего не поменялось. Буквально ничего. Это почему? Это потому, что мы пока BAM не выпилили. Давайте выпиливать. Удаляем newsphoto, удаляем newsshout и newstitleshout. Все. У нас все сломалось. Ну, как сломалось? Ничего страшного. А теперь давайте заменять наши модификаторы на новый магический псевдокласс. У нас есть модификатор, который для картинки делает специальную раскладку. Ну, так давайте проверим, есть там картинка или нет. Копируем. И без модификатора просто говорим has и меняем раскладку и фон. Смотрите, мы поменяли фон и раскладку, если внутри есть картинка. А если картинка внутри нет, фон и раскладка по-прежнему те же самые. Поразительно. Со следующим модификатором повеселее. Помните, в каких условиях он перекрашивается в pitchpuff? То есть мы с вами должны проверить, если нет лида, если нет картинки, то тогда фон меняется. Да? Ну, и заголовок, соответственно, становится больше. Сейчас мы это все разрулим. Ну, давайте напишем news not has news picture запятая и has news lead Сработало? Это что здесь происходит? Смотрите, обновленный not умеет принимать список селекторов сложных. То есть вы сможете проверить, если внутри не лежит, то есть not has один элемент, второй элемент, третий элемент, через запятые. Тем самым проверяя не просто тег какой-то, а прям вот нормальный элемент этого блока. И, соответственно, красить родителя. Потрясающе. Хорошо. А что делать, если у нас нет picture или да, но есть заголовок, и мы хотим, чтобы он был больше? Нужно написать отдельный селектор. Давайте продублируем и напишем news not has news picture news lead и внутри вложенный news title. Ну и здесь тот самый font size 30%. Удаляем его отсюда и описываем здесь. Отлично. Большой. То есть, смотрите, мы здесь выясняем, как дела у родителя в зависимости от наличия детей, а здесь после этого сложного селектора, очень сложного селектора, делаем очень простой, через пробел и говорим news title. То есть, мы все-таки внимание нашего селектора направляем на обычный порядок. News title, вложенный в news. И font size получается 30 пикселей. В итоге, что получается? Я теперь могу менять поведение моего компонента, просто добавляя или удаляя элементы. Смотрите, я перенес картинку наверх, новости местами не поменялись, новость трансформировалась. Я убираю отсюда картинку, раз, убираю отсюда текст, два. То есть, мы с вами получили гибкий компонент, которому модификаторы крутить не надо, можно просто менять его содержимое. Ну что, оценили хэс? По-моему, классный. Ну то есть, понятно, что он сырой, что его очень долго не могли внедрить, потому что он реально сложно внедряется. И на самом деле, если вы хотите узнать подробнее про все сложности, связанные с его внедрением, давайте я вам кое-что покажу. Брайан Кардел из той самой Игалии, агентства, которое помогает крупным браузерам внедрять какие-то возможности, то есть, по сути, фрилансеры, которых нанимают что-нибудь реализовать, написал классный пост Can I HES? Хорошая шутка. И здесь рассказал, собственно, всю историю появления хэза, почему его так сложно было реализовать, как они его реализовали, и всю-всю-всю вот эту историю. К счастью, нашлась компания IEO, которая, не поверите, занимается разработкой Adblock, такого блокировщика рекламы, и они дали денег Игалии, чтобы они внедрили хэз. И, собственно, Брайан здесь дополнительно рассказывает, что у селектора есть некоторые ограничения и нюансы внедрения, и здесь их можно посмотреть прямо вот в описании репозитории Chromium. Если развернуть этот список, можно посмотреть, какие варианты селектора уже внедрены, то есть сравнительно простые, ну, хотя даже вложенные хэзы работают, что интересно. Но самое забавное, что не внедрены некоторые вариации, то есть мы можем не просто вложенный селектор проверять, а рядом стоящие элементы проверять, то есть непосредственно вложенные или рядом стоящие или стоящие сразу после. Ну, в общем, мы на самом деле можем сделать еще более крутые вещи с этим селектором, но пока в этой реализации они не работают. Ну, то есть я вам сегодня показал самое примитивное использование селектора хэз, можно еще круче, и когда эта реализация появится, я думаю, у этого видео будет продолжение. А пока давайте уже думать, как мы будем его использовать. Я понимаю, что его нигде нет, и не скоро он еще везде появится. Мы еще долго будем ждать следующего цикла обновления Safari, чтобы когда он... Но это ничего. Как и во многих предыдущих видео, я вам рассказываю о том, что будет с CSS дальше, чтобы вы были готовы, чтобы вы знали, чтобы вы уже думали сейчас. И, возможно, какие-то старые способы выглядели для вас старыми, и вы уже рассчитывали, как вы будете менять что-то в вашем коде на новое. И когда во всех браузерах этого для вас будет достаточно, вы просто возьмете, переделаете ваш код, ну, или сможете блеснуть на собеседовании, в каком-нибудь квизе, или просто перед коллегами похвастаться. Ну, потрясающе же. В общем, будущее CSS очень приятное. Ну, это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первым увидели мои патроны, поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео первым, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц поможет нам стать чуть ближе вы можете попасть в чат, вы можете получить какие-нибудь письма, наклейки, или даже выиграть какую-нибудь клавиатуру от меня. В общем, есть варианты, посмотрите. Но если вам и так нормально, просто ставьте лайки, подписывайтесь, это мне тоже очень помогает. Ну, и давайте обсудим в комментариях, что вы думаете про новый селектор ХЭС, насколько он решает ваши задачи, насколько он красивый код позволяет вам писать, или, может быть, грязновато. На мой взгляд, вы что, и Мелия, вот эта вот гибкость, это очень здорово. А что думаете вы? Давайте обсудим в комментариях. Ну, и увидимся в следующем видео. Пока.